Автобусами дачных маршрутов в этом году воспользовались более 710 тысяч самарцев. Такие перевозки пользуются большой популярностью, отметил временно исполняющий полномочия главы Самары Иван Носков, поручив проанализировать обращение пассажиров в соцсетях, чтобы знать, на что жалуются жители. Иван Носков встретился с участниками первого потока региональной программы «Школы героев». Один из участников, Сергей Калмыков, предложил развивать туризм в поселке, где он работает. Временно исполняющий полномочия мэра Иван Носков поддержал идею и напомнил, что в декабре в Самаре планируют открыть информационный центр для туристов. В Самаре рано утром тушили пожары в здании на Ставропольской, 177. Горело заброшенное помещение площадью 150 квадратных метров. Пострадавших нет. На месте работали 47 специалистов и 11 единиц техники. Какой вы работник, что вас мотивирует, а что наоборот уничтожает? Откройте тетрадь и прочитайте, ведь почерк может выдать все секреты. О них мы рассказываем в эксклюзивном сетевом проекте «Читая между строк». В первом выпуске эксперт по графологии и системно-векторному психоанализу Ирина Дегтева объясняет, о чем говорит написание буквы «Р». Смотрите в соцсетях «Самара ГИС». В столице губернии состоялся Чувашский фестиваль «Керсари», который посвящен завершению осенних полевых работ и сбору урожая. На праздник в Дом дружбы народов приехали несколько сотен представителей чувашского народа из Самарской области и соседних регионов. Губернатор Вячеслав Федорищев рассказал о новом формате работы. Команда правительства выезжает в муниципальные образования, чтобы на местах решать сложные проблемы. В этот раз сработали в Похвестнево. Глава региона провел встречу с сельхозпроизводителями, предпринимателями и участниками программы «Школы героев». В России 18 ноября празднуют день рождения Деда Мороза. В этот день открывается волшебный почтовый ящик для писем и поздравлений. А на следующий день именинник начинает свое путешествие по стране и поздравляет всех с наступающим Новым годом. В пресс-службе российского Деда Мороза рассказали, какие подарки просят дети у зимнего волшебника. Среди популярных пожеланий – питомцы, конструкторы, игрушечные поезда, автобусы, машинки на радиоуправлении, косметика и украшения. Среди необычных пожеланий в этом году лошади для хобби-хорсинга и маски животных.